В Общественной Палате Республики прошел круглый стол по вопросам социализации трудных подростков и молодежи. В работе обсуждений приняли участие представители профильных министерств, общественных организаций и специализированных учреждений. На встрече были подняты наиболее актуальные проблемы в данном направлении, по которым, по мнению участников, необходимо повысить активность взаимодействия для достижения большой эффективности. Ахмат Халкевичев подробнее. Открывая работу круглого стола, председатель комиссии по развитию образования Общественной Палаты Крачево-Черкистей Жамал Тибуев отметил, что прежде всего необходимо очертить круг проблем и вопросов, к которым нужно обратить внимание в первую очередь. Ну а продуктом обсуждений, помимо новых инициатив и предложений, должна стать выработка дорожной карты под эту жилон. Для того, чтобы разрабатывать какие-то шаги и планы, для начала нужно понять, с кем мы работаем, в каком количестве они у нас присутствуют в нашей республике конкретно. И те, скажем так, в первую очередь, психологические аспекты, проблемы, которые их сопровождают, и только после этого понять, в каком направлении и кто должен решать эти вопросы. Ну, в общем, сегодня планируется достаточно такая живая дискуссия. Об опыте уже проводимой работы в направлении рассказали уполномоченные от Министерств по делам молодежи, Минобра и МВД. Ну а общественники, представители специализированных организаций и законодательного блока выступали с более детальными проектами предложений. Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель комитета по науке, образованию, культуре и делам молодежи республиканского парламента Алексей Ганшин рассказал о партийных инициативах, которые в данный момент находятся на стадии обсуждения и на федеральном уровне. Инициатива первая об упрощении процедуры, о внесении изменения в трудовой кодекс, где не будет требоваться согласия органов опеки при трудоустройстве на предприятии лиц, достигших 14 лет. Не все у нас такие там ребята, скажем, которые только отдыхать. Кто-то хочет заработать в летний период, но попробуйте устроиться, потому что масса там требований препонут. То есть человек 14 лет достиг, он уже сам принимает согласие одного из родителей или опекунов. И второе, суд признает подростка виновным в каком-либо правонарушении. И предлагаем в качестве воспитательной меры, им могут дать возможность закрепить, участвовать в волонтерской деятельности. И они будут себя как бы реабилитировать. Необходимость поиска новых подходов подтвердила и заведующая отделением социального сопровождения семьи и детей «Островок надежды» Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» Мария Табеева. Как она поведала, в возглавляемом ей отделении сейчас организована реабилитационная работа по 11 направлениям. Несовершеннолетним состоящим на профилактическом учете помогают с временным трудоустройством на летнее время. Также подростки проходят подготовку к школе. Но, к сожалению, одного отделения для всего региона мало. На данный момент реабилитацию в отделении проходит 30 детей, а на очереди еще 17, резюмирует она. Городские дети могут посещать «Островок надежды», который находится у нас в городе Черкесске. А с районов, в силу своей ограниченности, в Черкесск приезжать и проходить реабилитацию, они не в состоянии. И в своей практике, на своем опыте я убеждена, что обязательно нужны такие отделы или же отделения, или же филиалы по всем районам нашей республики. Все участники обсуждений сошлись во мнении, что для выработки единого подхода в работе с трудными подростками и налаживания более эффективной системы необходимо обобщить весь положительный опыт, имеющийся во всех структурах, общественных организациях и специализированных учреждениях. Ахмат Халкесчев, Мухаммед Ашебоков, Вести Крачаева, Черкесия.